Так, муж на час, проверка на верность, ну-ка. Ребятки, всем привет, с вами... Привет, ребятки. О! Слушай, вот здесь вроде нормально тема. Ну, вроде, я не знаю. Как всегда, Вика Трэп, и добро пожаловать на мой... Хотя с девками поинтереснее будет, я не знаю, стоит ли нам смотреть проверку парня. Вот там, где проверяют всяких этих, ну, вы поняли, короче, там как-то посмешнее получается. Ну-ка. Ну что, в предыдущем видео я запустила конкурс, где вы должны были написать самые интересные, душевные... Вернее... Понимаю, это волнительно. Но нужно собраться. Вернее, не произошло. Ты забыл или... Бля! Забыл! Ща, подожди. Я не знаю... Так! Бля, так много всего, я даже не знаю, с чего начать. Хорошо, давайте я это попробую. Дело в том, что я уже достаточно долгое время живу с молодым человеком. Живем мы граждан... Бля, я это смотрю ради кринжа. Так какой кринж-то, блядь, если видосы старые, которые мы уже видели? Тамским браком. Именно гражданским. У бабла опять вышли очередные топ-фейлы на стримах. Да ёб твою... Всем привет, дорогие! Здорово, тебя попозже посмотрим. Потому что мне до сих пор не делают предложения. Меня, на самом деле, это очень сильно волнует, меня это очень сильно коробит. А сколько вы вместе уже? Около четырёх лет, на самом деле. Я считаю, что это достаточно большой срок, чтобы уже определиться со спутником жизни и уже делать предложение своей девушке. Слушай, ну да. Как вы считаете, ребят, четыре года это срок для того, чтобы парень сделал предложение или нет? Напишите это в комментарии. Но я считаю срок. Я сейчас считаю, что он не должен делать предложение. Нахуй ему надо, блядь? Реально. Пошёл ты, блядь! Да пошёл ты, блядь! Из-за тебя я теперь ещё и пять сабок должен. Да пошёл ты, блядь! Спасибо тебе за 390 рублей. Потому что, мне кажется, года два по-любому и должен дальше какой-то шаг быть от парня. Если он не делает шаг, то это значит, это странно. Чего, блядь? Ебать дура. Охуеть! То есть вот он ещё. Получается, обязан через два года сделать предложение, иначе тут чё-то не то. Я в ахуе. Напишите, как вы считаете. Может быть я ошибаюсь. Я считаю, что это хуйня. Может быть я не права. Со стороны мужчины, кстати, интересно послушать мнение. Как ты считаешь? Ой, блядь, давай скажи чё-нибудь. Я считаю, что сам институт брака, он себя уже изжил в наше время. Именно. То есть ты думаешь, что вообще можно жить в гражданском браке и не париться, да? Как они живут? Ну, в принципе, да. Но здесь всё зависит от самих людей, от их желаний. Если для девушки это супер важно, то любящий мужчина, он пойдёт на это. Ну, мне кажется, то, что это, знаешь, это реально нужно смотреть на конкретную ситуацию, потому что для некоторых вообще пофиг, там не хочу, типа замуж. Для некоторых наоборот, они мечтают всю жизнь, типа жениться. Прямо если парень не делает предложение, то всё. Давай вернёмся к тебе. Адель, что же дальше? Почему ты его проверить решила? Ну, это, наверное, послужило основанием для того, что я хочу проверить, потому что срок достаточно большой, и любые какие-то мои намёки на создание семьи, ничего больше официального оформления отношений, они как-то плавно сливаются. Плюс меня ещё волнует то, что он работает мужем на час. Слушай, а муж на час, поясни подробнее для ребят, что это вообще такое? Потому что я знаю, я так сомнительно знаю, то, что это, типа, человек, который приходит и тебе помогает с ремонтом, да, что-то такое? Да, да, совершенно верно. Действительно, он ходит, там, полочки чинит, там, краны чинит, что-нибудь передвинуть мебель, там, какую-нибудь мужскую работу. В основном это делается для одиноких женщин, Короче, это можно скипнуть, в принципе, понятно дело. Так, есть девка, у неё есть парень, она ему не доверяет, он работает мужем на час. Я как человек, насмотревшийся Шевцова с тяжестью, смотрел это видео. Лей, спасибо за 120 рублей. Вот, и она хочет его проверить. Соответственно, перематываем на момент, где этот муж приходит, собственно говоря, к девке какой-нибудь что-то там чинить. А что, сейчас тяжестью? С минуты на минуту сейчас должен прийти гражданский муж, молодой человек, не знаю, как его называть. Друзья, ну что, скоро к нам придёт муж на час, мне придётся переодеться, наверное, в какой-нибудь халатик, хочу сделать вид, что я, типа, только с душа. В общем, какую-нибудь такую домашнюю атмосферу создать хочу. И посмотрим вообще, что у нас из этого получится. Мне достаточно страшно, потому что взрослый мужчина, ему там под 40 лет, насколько я знаю. То есть, ей 30 с чем-то, ему 40, тоже так разница, лет 5-7 есть у них точно. Попробую сделать всё, что хочу. Главное у нас цель это выяснить, почему он ей не предлагает выйти замуж за него. Странно. Мне как-то надо залезть к нему в мозг, включить доверие, чтобы он мне рассказал, что у него есть жена. Может, он вообще не расскажет, что у него есть жена. Ну, в общем, надо с ним душевно поболтать будет. Чё, блядь? 40 лет, ему же нахуй лет 60. Чё за Якубович, блядь? Подожди, кто его там проверяет? Ебать, Марио, нахуй. Это вот у неё, это у неё, это её, блядь, что нахуй? Лучит у платы чату хихоним. Пиздец. Эх, блядь. Какого хуя? Как она собралась его вообще клеить? Ариана, Фрей, спасибо тебе большое. Пиздец, блядь. Хуя, блядь. Чё он там пиццу итальянскую принёс? Чего, блядь, какие 40 лет? Блядь, он из Норильска, что ли, переехал в Петербург? разувается тогда проходите мне ребята я в 40 явно так не буду выглядеть геннадий дешему лет шестьдесят сто процентов постанова ебаная чита не как-то это перегнули геннадий это растет на татарата дело вид что не видим камеру tenter интим блядь пам парам пушеках халате как будто вы только после душа давайте посмотрим какая она будет пытаться за пикапе дедов до чтобы понять как раз поведется на эту провокацию просто поэтому на тему занимается люди занимающиеся физическим трудом чаще всего выглядит старше своего возраста подожди физический труд хорошо то есть по твоей логике если я буду ходить в зал и выполнять физические упражнения то я быстро постарею что ли там тяжелый физический труд ну да стол двигать столы стулья это и правда блядь что в таком виде на девушку в доме и ту реакцию знаете такое все классно у вас ставка до тысячи квартиры из видоса у меня сегодня выходной да подожди кстати ствол где этот выходной ебаный где же там это было то а а вот же вроде друзья всем привет так подождите ну так они просто одну квартиру снимают проверяют в ней чуваков все верно а чё ой блядь здравствуйте не квартира для подставы собственно говоря вот и все ну она же он типа нахуй он что блядь подвинуть мебель просто чуть-чуть сдвинуть то есть вы посмотрите что делать с этой мебели он даже не представил просто чуть-чуть двигается какой в этом смысл просто дождись так подумать хуйня какая-то могла бы что-то более правдоподобное придумать знак поломала бы что-нибудь там кран например а тут ну надо подвергать диван который бы ты сама могла двинуть на самом деле при желании век век витху навичу на кто это спасибо тебе за четыре месяца при подписке спасибо а это не постанова там кто надо алкоголь там после блять предыдущий постанова остался осталось вино и водка вот этому надо наливать только блять судя по тому как он выглядит ему там бокал вина не хватит нам надо целую бутылку ставишь по новел залпом блять выпил переставить нужно было стоить просто стол переставить да что попуга облежут до антисептиков не понятно так она что даже не пытается к нему клеится алёна марсель марсель и жена ну варио давай нахуя он двигал диван и обратно здесь он уже начинает либо отшутит либо ну так полуфлир полушутки то есть в доме у вас все починено все работает все функционирует у нас в основном такое да бывает конечно иногда что-то по мелочи тепло но это моментально чиниться просто сразу же хорошо это мужчина вы краски я пока не могу понять как мне нравится не нравится поставьте туда попугай и мы с вами сядем попьем чай и я посмотрю со стороны хорошо наверное по сторонам стоить так вот сюда козетку надо туда чтобы ее перекрыть да и мы с вами попьем чай и я посмотрю со стороны что-то так сложно понять конечно бля ну когда уже развод пойдет где секс какой чай хотите черный зеленый черный расскажите вообще как часто у вас эти вызовы мне интересно просто муж на час вообще так звучит муж на час прошли день работаю выходные плавающие ну когда там допустим нету заката сегодня выходной да жена начала бывает мальчик по вызову жена началась наверное бывает я думаю да а как тут мне интересно еще не в небес спасибо мне интересно как еще вот к какому относится допустим у вас же наверняка жена есть да да а у меня есть вот у вас есть но у меня официально не расписаны Ну, уже вот четыре года, больше четырёх лет вместе живём. Если она не боится вас отпускать, ну, а вы запретёте и к кому в гости? Нет, наверное, она боится, но она, в общем-то, так не показывает особое. Ну, в последнее время она что-то стала и на меня напрягать, то надо официально... Что пищит, блядь, петух? В клетке, что ли? Ну да, у меня как-то боится на все они хотят. Или это он ложкой так по чашке... Ну, сколько, говорите, вместе? Года, да? Ну, уже больше, уже больше четырёх лет. А почему не хотите, если не секрет? Ну, я уже был несколько раз женат и... Ну, сколько у него один-два брака. Что? По сути, мужчина уже женился, не знаю, он меняет фамилии, вот их больше гемора. А вам что? Женились, да всё, и всем хорошо. Почему напрягает? Ну, сразу как оковы какие-то, то есть уже больше спрос у тебя. Неправда. Ну, его, видимо, это пугает. Неправда. Я судим. Потому что было? По другим, да, да. То есть по друзьям смотрю, и я уже опытный в этом плане человек два раза. Два раза? Да, да. Жена. И всё, третий нет, да? Ну, пока я ещё и не готов к какому-нибудь. Может быть, когда-нибудь... Когда-нибудь, да? Бля, ну когда экшен-то, ёб твою мать? Они просто сидят и пудю какую-то обсуждают, честно сказать. Я бы на её месте, по крайней мере, если взять меня, я бы, мне кажется, задумалась. Наверное, даже бы говорила, что это будет мужчине по-своему. Почему? Перемотай. Да подожди. Ну, с другой стороны, не сбежит она от вас. А то так, не заимитесь, она думает всё никогда и... Бля, даебали с башни, сломал нахуй. Сука, какие же идиоты, блядь. Это как? Хотите конфетку моё, смотрите. Да. Конфетку? Пиздец, она ему конфетку предлагает. Киндер сюрприз. Съедомлен. Там конфеты вкусные. Ух, чего там только и нету. Зачем оскорбили? Потому что, блядь, заебали тупыми вопросами. Это я на вопросы уже отвечал, блядь, ну... Я не знаю, насколько надо быть тупым, чтобы, блядь, задавать этот вопрос. Чё, чё, блядь? Да ничего, нахуй. Ебать полез, сука, в яйцо. Блин, я тоже теперь захотел шоколадку. Ну ёп твою мать. Паспорти, паспорти не уважили. Какие он говорит ещё? Блядь. Можно? Шоколадку хочу. Мммм... Ээээ... Данском ещё был какой-то... Просто и не рассказывал. Сомпа. Интересно. Илья, спасибо тебе за 200. Люблю твои стримы. Чоколадные оречки. Спасибо тебе. Спасибо тебе тоже. То есть вы уже сказали, что... Вам бы тоже это не понравилось, да? Вот четыре... Блядь, какая хуйня, ну... Я же говорил с мужиками, хуйня выходит. Да, девушка, не та самая. Уже ближе все возрасты подкорные, мало ли там... Та самая третья, да? Третья же получается. Третья. Ну вот, может быть она ещё где-то ждёт вас встретить ещё. Возможно, наверно, где-то в глубине у меня и это боязнь. Скип мужиков. Это не тот вариант. Скажите, что это не тот вариант? Да, это неприятно слышать, но это честная мысль, которая... Ну, сейчас от него... Я точно минуту покоряю. Не тот вариант. Насморк начался. Заболело пока. Да, я думаю, подвинуть. Вы можете пока двигать потихонечку. Не, добивайте шай. Не, добивайте шай. Не, добивайте шай. Не расстаивайтесь. Ну, это... Вика просто эту линию сама простоила, то, что его подвела. Он же сам и сказал. Ну, может, он просто поддакнул. Поддакнул. Ебать, она, конечно, прямо от души рыдает. Настоящие, настоящие слезы, ребят. Мы искренне честно разговариваем. Искренне, искренне честные слёзы. Мы видим на её лице. Так, успокойтесь. Успокойтесь. Вы что так? Давайте досмотрим вообще, чем всё закончится. Какую информацию ещё... Лучше полностью руками закрой лицо, чтобы мы не видели, как ты не плачешь, а пытаешься делать вид, что ты плачешь. Ой, ебать. А чё переоделась-то? Типа так сексуальнее или что? Надо было ещё, короче, шорты, блять. На уши их натянуть вот так, шорты свои. Вот так вот. Опа, опа. Да. Ага. Так, ребят, всё, понеслась, походу. Попугаю, да, просто жалко. Полетели, 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 полетели. И летели. Так, оскол куда ставим, соответственно... А вы не думали, что... Сердечки на ляжь? А я не знаю, чё там. Допустим, не тот человек, с которого вы уже не связать хотите. Всё-таки разница, возраст... Да заебал бубнить уже! Давай уже! Оху. Над этим делом... Бля, они чё, обратно всё возвращают? Они задолбали уж с этим птицей. Туда-сюда их нахуй двигают. Места. Так, вот так разворачиваем. Да, да. Попробуем так, я думаю. Ёжика. Места. Места. Ну и это подкат, блядь, или шо? Она его даже не пытается соблазнять. Или что? Она думает, если она попросит твое кресло подвинуть, у него член встанет, или что? Бурдалак, спасибо тебе большое за 100 рублей. Ну а здесь уже захламывается получается. Не, я не знаю, вдруг его это реально возбуждает. Вы ему что ли звоните? Нахуй ты ему звонишь-то, дура. Зачем сейчас сидит, сейчас поехала? Я, вроде, уже всё, я уже, я не... На кой хуй она ему звонит? А она что, должна, ну как? Да, сесть на диван, раздвинуть ноги. Я отвечу на что-то. Блядь, нахуя? О, жена. Алё, да, дорогая? Домой сейчас? Я на работе? Как же я приеду? Ну, хорошо. Хорошо. Хорошо, через полчаса буду. Ага. Вроде ничего не сказала, ладно. Да, да. Подождите, а как же мы с вами, я же хотела вас продлить, чтобы мы ещё с вами поболтали, посидели. Так хорошо душевно заобщались. Продли, говорит. О, вот. А жена у него, я? Ну, это ж жена, да. Мы только про неё поговорили, и она звонит. Ну, и дать вот. Мысли не теряем. И тогда мотивизуется всё это. И не получится никак её отменить? Ну, к сожалению, вот она у меня, да, привела... Ну, чё, блядь? Как ты? Ну, да, да, там... Отменить жену. Отмени... Откат. Откат. Откатить. Там, создаю её... Чего, блядь, со здоровьем? Да, давайте тогда... Не, можем договорить. Собственно говоря, могу завтра к вам или... Ну, да, давайте, я думаю, завтра можно как раз придёте, там... Завтра? Я просто хочу сейчас уже поблатать, и так правильно. Ебать он ЧСВ. Он думает, что он настолько пиздатый, что можно завтра ещё приду к вам, поболтаем. Только денег дай. Странство ваше. Хорошо. Замечательное, да. Ну, да. В переложке. Познакомиться в любом случае. Когда прям напрямую с вами, без всяких... Да? Бля, она не умеет. Она вообще не умеет, короче говоря. Ну, как бы... Она даже не пытается, блядь. Хуйня какая-то. Давайте я вам... Сколько я? Час у нас тут только прошло, да? Ну, часу, да, минимально. Я хочу через бербанк перевести? Да, можете. Угу. Давай, давай. Сейчас он скажет. Бля! У меня деньги с карты пропали. Может быть... Договоримся. По номеру телефона как раз переведите. Я его просто не записала, сейчас продиктуйте. Геннадий Юрьевич. Ладно. Э! Всё, я вам перевела. бля может реально сейчас следующий день будет сразу он опять приедет гражданская жена новую привычку уже поделаешь там паспорте дальше то что нахуй чё за неловкое говно началось чё подожди глаз все что-то от кринжа ребят подожди фух ну погнали сейчас что-то должно произойти вот переломный момент что-то но она обязана ща передумает бля дед заебал бля ну чё за дичь и чё реально что ли на этом все в общем ребят что это было это непонятно мне сейчас надо звонить мишу и спрашивать что же там произошло и наверное лететь к ним скорее одеваться переодеваться и пойду в общем они тут рядышком с нами пойдем я тебе расскажу все пошло не по плану позвонила в итоге девушка ребята я вам тоже рассказываю позвонила в итоге девушка которая к нам обратилась и пчета прервала проверку я вообще не поняла почему но они сейчас миши сидят рядом с здесь домом поэтому я хочу к ним пойти и прям с тобой снять что она так так я уже поняла для себя все что нужно было и все его не проверили по сути я сказал ему набрать вообще посреди съемки потому что хуйня ёб твою мать на что мы время проебали блять я думал марио сексом займется сука наконец-то это хуйня какая-то блять ну короче проверка парни отстой все парни не дают парни видите все преданные короче грают вся вот эта херня вот скучно скучно надо женщин проверять я вам так скажу шо блять мээн ой блять